Мария Соловьева, которая почитает отрывок из баллады Владимира Семеновича Шостова, баллада о маленьком человеке. Прошу. Погода славная, а это главное. В голове у меня пришла идейка призабавная, но не о Господе и не о космосе. Все эти новости уже обрытлись до смерти. В сказку, миф, фантасмагорию, пропою ли с хором или отдельно, слушайте забавную историю некоего мистера Макиньева. Не супермена, не ковбоя, не хоббека, а просто маленького, просто человека. Кто он такой? Герой ли? Сукин сын ли? Наш симпатичный господин Макиньев? Валяйте выводы, судите мнение к концу рассказа в меру разумения. Ну что, договорились? Если так, привет, Буэнос Диас, будто так. Ночуешь в спаленках в обоях маленьких, и телевидение глядишь для самых маленьких. С утра полчасика займет гимнастика. Прыжки, гримаса, отжимания, пластика. И трясешься ты в автобусе, и на педали жмешь гремя костями. Сколько же вас на нашем тесном глобусе весело работает локтями. Как наркоманы, кокаины, как больные, в заторах нюхаешь ты газовые хлопные. Но строен ты, от суеты худеют, бодреют духом, телом здоровеют. Через собратьев своих ты переступаешь, но успеваешь, все же успеваешь знакомым огрызнуться на ходу. Салют, день добрый, хаю-ду-юду. Для созидания в коробке здания ты заползаешь, как в загоны на заклане. В поту и рвении, в самозабвении ты создаешь, творишь и рушишь в озарении. Люди, власти неимущие, кто-то вас со злого перепою, маленькие, на всемогущие, окрестил безликую толпою. Будь вы на поле, у станка, в конторе, в классе, но вас причислили к какой-то серой массе. И в перерыв, в час подлинной свободы, вы наскоро живете бутербродом. Что ж, эти сэндвичи предметы сбыта, и так приятного вам аппетита. Нелегкий век стоит перед тобой, и все же, Гутун Морген, дорогой. Дела семейные, платки, ношения, и пояса, и чудеса галантерейные. Сына кусается, жена плоскается. Махнуть рукой? Да рука не подымается. Цену вежливо и тоненько пропищит волшебник-трикотажник. Ты с невозмутимостью покойника наизнанку вывернешь бумажник. Все ваши будни, да и праздники морозные, и вы с женою, как на кладбище серьезно. С холодных стен, с огромного плаката, на вас глядят веселые ребята. И улыбаются во всех витринах отцы семей с штанах и лимузинах. Откормленные люди на щитах приветствуют по-братски. Гутен так. Откуда денежка? Куда ты денешься? Тебе полвека, друг, а ты еще надеешься? Не жди от ближнего. Моли всевышнего, уж он-то всегда пошлет тебе ребенка лишнего. Трое, четверо и шестеро. Вы, конечно, любите сыночка. Мировое детское нашествие бестий, сорванцов и ангелочков. Но ты улыбаешься обложкам и нарядам и твердо веришь. Удивительное рядом. Не верь старик, что мы за все в ответе. Что где-то дети гибнут, те и не эти. Чуть-чуть задуматься, хоть вниз с обрыва. А жить-то надо. Надо жить красиво. Браво!